Друзья, всем привет! Посмотрел комментарии под видео, которые оставили под предыдущим и решил записать это видео, чтобы рассказать про эти амортизаторы. У меня к вам просьба, пожалуйста, поставьте лайк под этим видео для того, чтобы это видео поднялось вверх в просмотр и чтобы производитель Рунсамов обратил внимание на те нюансы, с которыми я столкнулся при установке. Первый нюанс. При установке переднего амортизатора у меня втулка не входил в посадочное отверстие рычага. Почему? Потому что она оказалась длиннее. Мне пришлось подточить надпильником с одной и с другой стороны. То есть видно, насколько она шире с одной стороны и с другой. Ну и дальше оно уже зашло и я зафиксировал болтом. Второе. Просьба к производителю. Изготавливайте амортизаторы для BRPG-1 свои длину и для BRPG-2 свою длину. Итак, снял я задний амортизатор, пневм подвески. На взгляд, его длина 500. У нас уже здесь идет петель задней подвески, 2700 и BRPG Outlander. Размер его составляет 490. Ну, короче, практически 28 сантиметров. Не густо, да? Замерять клиренс теперь на РУСАМах. Правда, скажу, этот кадр я делаю уже гораздо позже, но, тем не менее, понимание он у меня уже отстоялся. Тут бог знает сколько времени. Вообще, получается, у меня сейчас почти 26. Также учитывайте, при производстве пружин вес квадроцикла BRPG-1 легче, BRPG-2 тяжелее. За счет того, что мы, опять-таки, на BRPG-2, получается, при установке, получается, ниже клиренс. Кому-то это клиренс имеет значение, кому-то нет. Мне, в принципе, не так актуально, потому что я катаюсь с туристическим назначением, у меня более скоростные продубасы, то есть, из пункта в пункт Б с грязью, с какими-то элементами, которые встречаются на моем пути. Теперь, в отношении этих мурзаторов, стоит их брать или не стоит их брать? И что я получил после того, когда я снял пневмоподвеску? Что я получил? Моя средняя скорость увеличилась на 15-20 км в час, и далее у меня пропали пробои, на котором я столкнулся на пневмоподвеске на третьем уровне, а на четвертом уровне у меня скакать начало. На Русамах это пропало. То есть, я получил некий такой, скажем, баланс между скоростными характеристиками и комфортом, что, в целом, очень достаточно неплохо. В отношении к тому, к кому это пойдет на спорт, я не знаю. Надо, наверное, все-таки говорить. За другие амортизаторы и сравнивать с другими я не буду, потому что я на них не катал, и это будет некорректно. Почему? То есть, если вместо пневма решили их поставить, да, стоит. Очень неплохие варианты, мне понравилось. В целом, вот. Опять-таки, существует мнение, что эти амортизаторы дерьмо. Пожалуйста, напишите об этом в комментариях, но, пожалуйста, аргументированно напишите, что вы катались на этих амортизаторах, прошли столько-то, столько-то километров, на такой-то, такой-то технике, и тогда те люди, кто будут смотреть это видео, они почитают комментарии и увидят аргументированный действительно текст. Если это не аргументированно, пожалуйста, не пишите об этом. Ну, просто дерьмо, это не аргумент. Опять-таки, я сталкивался с тем, что Русамы ломались на квадроциклах стелс, но на BRP и на других брендах я не встречал. Хочу по поводу этого немножечко уделить внимание. На стелсе амортизатор Русам стоит вот так вот, на BRP они стоят вот так. А это уже о многом говорит. Опять-таки, на стелсе не очень подвеска правильно смоделированная, скажу так. Да, там большой клиренс на гепарде, но, соответственно, есть побочные эффекты в этих моментах. На BRP они установлены вертикально, соответственно, нормальный ход амортизатора. В целом, как-то так, ребята. За свои 55-60 тысяч рублей вполне неплохие амортизаторы для покатушек обыкновенных, то есть не каких-то спортивных там трофе в кроссе кататься. Поэтому, в целом, можно их рассматривать. В отношении других амортизаторов, ребята, это читайте другие отзывы, что люди расскажут и с чем они сравнили, что у них до этого стояло. Стоит ли их менять на XMR-овские колы? Не знаю. Нужно пробовать. Я, к сожалению, на XMR-овских колах не ездил. Но люди говорят, жесткие пипец какие, да. Эти комфортные, то есть такие в этом плане. На квадрик встаешь, начинаешь его качать так влево-вправо. И, в целом, он такой мягенький, хорошенький. То есть, в целом, вот как-то так. Но я говорю про дорестайлинговую модель, где эти амортизаторы используются. Кстати, я посмотрел, что сейчас РУСА мы стали делать для рестайлинговых моделей, где уже длина амортизаторов свыше 500 мм. Поэтому обратите внимание, посмотрите, покатайте, попробуйте. В целом, если у вас амортизаторы вышли из строя и вы ищете аналоги, ну, в целом, неплохие за свои деньги. Если хотите, так скажем, заниматься небольшим, так скажем, скраиловым. Потому что, покупая другие дорогие амортизаторы, вы столкнетесь с тем, что потек амортизатор, а купить один вряд ли у вас получится только комплектом либо парой. РУСА можно купить по одному. Вроде как я видел в продаже. Вот. Ну, в целом, если у вас потек один, вы можете спереди заменить два. Я говорю про амортизатор, который для XMR заменить два сразу пары, и попробовать, как вам эти будут характеристики. В целом, если понравится, замените и заднюю часть. А может быть, и так будете катать. В целом, ребята, всем спасибо, что уделили внимание. Поэтому, надеюсь, я ответил на все ваши вопросы, которые вы задавали. Или, возможно, у вас они есть. То, пожалуйста, пишите в комментариях. Я прочту и на все эти комментарии отвечу. Я всегда их смотрю и читаю. Всем спасибо. Берегите себя. И не забывайте катать почаще.